На улице дождик идет, поэтому буду погромче говорить. Сегодня тишина, сегодня всего три велика в ремонте. Небольшое видео, как выбрать бэушный детский велосипед. На что стоит обратить внимание, кроме ростовки, конечно. Подходим к велосипеду, крутим колеса, хотя бы вот в таком положении. Если колеса крутятся хорошо, значит все отлично. Потом берем колесо и пытаемся его смещать относительно вилки вперед-назад. Если оно не люфтит, значит со стулкой все более-менее прилично. Лучше, конечно, всего снять колесо из вилки, взять за гаечки и покрутить гаечки. Почувствовать, как там все хрустит и колесу плохо. Но если оно вот так вот нормально работает и люфта нету, то для ребенка на 2-3 года такое колесо отходит без обслуживания. Здесь немножечко там песочек немножко похрустывает, но за 2 колеса, да, сейчас за переборку 600-800 рублей вместе с заменой подшипников конусов нецелесообразно. То же самое заднее колесо. То есть мы его взяли, покрутили, крутится хорошо. Да, мы его туда-сюда подвигали. Ну, чуть-чуть минимальный люфт, совсем крошечный. То есть вот так вот я взял одной рукой, да, вперед-назад, вперед-назад. Там люфт буквально доли миллиметра. То есть такое колесо 2-3 года отходит без обслуживания. Дальше крутим, смотрим, как тормоза работают. То есть нажимаем на ручки тормозные, да, смотрим сюда на зазорчики. Вот у нас, видите, все хорошо. Это я уже настроил. Если у вас плохо тормозит, если у вас ротор чиркает, это не проблема, это все можно настроить, обратившись в мастерскую. Это недорого. То есть вот обслуживание этого велосипеда вышло на данный момент 400 рублей. Это я настроил передний тормоз, поправил передний ротор. Настроил задний тормоз, поправил задний ротор. И рулевая была полностью, то есть вилка вообще вот так вот болталась. То есть бежишь за руль, она полностью болтается. Я ее разобрал, всю старую смазку удалил, все обезжирителем промыл, нанес новую смазку, все собрал, протянул, поднял. Видите, насколько сразу вверх руль, потому что ребенку будет так удобнее, он повыше немножечко, чем было изначально. Все обратно затянул, все отлично. И дальше смотрю переключатели, в каком состоянии. То есть погнутая ли вот эта рамка, насколько она ровно стоит. Вот здесь видите, она стоит чуть-чуть вбок. Это не критично, переключатель работает. Задний переключатель то же самое. Сзади подходим к велосипеду, смотрим вот сюда. Видите, как он загнут? Немножечко кривое крепление. Но при этом переключатель работает более-менее адекватно. В принципе, я настраивать ничего не буду. Ребенок будет на одной-двух звездочках кататься, ему достаточно. Здесь была пластиковая защита огромная. Она очень сильно скребла по звездочке. При хозяине мы это все проверили. Я говорю, защиту ломаем, ломаем, все. Последнюю звезду я сразу заблокировал, потому что ребенок может немножко ударить переключатель, куда-нибудь бросит, положит. Ему большая звезда не нужна. А если он на большую начнет переключаться, то кривой переключатель может с спицей улететь. То же самое про протяжку спиц. То есть у нас есть минимальная восьмерочка совсем. То есть вот мы раскрутили колесо, приложили вот так вот ноготь. И смотрим, трет у нас, не трет. Видите? Буквально пару миллиметров. Обода у нас не под ободной тормоз, а под дисковый. Поэтому править восьмерки мы не будем, экономим деньги клиенту. Дальше смотрим покрышки, стертые, не стертые. Ну вот здесь вот протектор подстертый. Но опять же на одно лето ребенку покататься достаточно. То есть исходя из того, что ребенок покатается хотя бы один сезон, больше вложений никаких, кроме настройки тормозов и рулевой, не требуется. Но рулевой обязательно надо было протянуть, обязательно сделать, потому что мало ли что-то открутится, разболтается. Зубы очень дорогие. Если вылетит вилка, будет плохо. Все, седло целое, ручки целые. То есть мы проверяем тормоза, что все работает. Мы проверяем переключатели, что все работает. И проверяем колеса. Также надо желательно посмотреть каретку. То есть мы берем за шатун и вперед-назад его относительно рамы. То есть одной рукой держим раму, второй рукой держим шатун. И начинаем вперед-назад вот так вот дергать. Если у нас здесь вот внутри что-то там болтается, значит, скорее всего, либо потребуется переборка, либо потребуется замена этой запчасти. Это еще деньги. В принципе, любой велосипед можно починить, но нужно сразу понимать, что любая работа стоит денег, любая запчасть стоит денег. Сколько вы в этот велосипед вложите, может быть, дешевле купить новый велосипед в магазине или там через интернет заказать. Поэтому всегда желательно с велосипедом и с продавцом приезжать в любую мастерскую и смотреть уже вживую, потому что любой мастер вам посмотрит, скажет, сколько это будет стоить в ремонте. Здесь видно велосипед в идеальном состоянии, то есть ни царапинок, ничего нет. Вот единственное, что тросики были изначально, опять же, неправильно заведены. Видите, натирают они. Но опять же, ну, вроде бы нормально. То есть ручки не сильно стертые, значит, ребенок не очень часто падал на нем. Да, задний ротор прямой, переключатель прямой, хотя вот здесь вот видны удары об защиту. На самом переключателях царапинок нет. То есть в целом, велосипед в очень хорошем, в рабочем состоянии. Подходите к велосипеду и начинайте его осматривать. Если какие-то царапины, если какие-то удары, если какие-то вмятины, такой велосипед лучше не брать. А если брать, то сначала посоветоваться с мастером.